Всем привет! Сегодня у нас 17 сентября 2019 года. Вот хочу показать вашему вниманию новый сорт коллекции Мэри. Сорт Red Chief. Очень перспективный сорт, очень урожайный. Сорт американской селекции. Известный клон сорта Red De La Chess. Вот так вот он грузится. Прекрасно. Сорт очень урожайный, очень перспективный. Деревья все улеплены урожаем каждый год. Требует нормировки урожая. Покажу деревья сейчас на нем. Некоторые подречения полностью окрасились. Срыв плодов будем проводить тоже в конец сентября данного сорта. Мой самый любимый сорт. И по вкусу хорошо хранится. Не теряет своих вкусовых качеств. Всегда сочный. Если сравнить с сортом Star Cremson. Star Cremson идет более осенний сорт. Сорт, а это зимний. Намного лучше хранится в обычных условиях, чем сорт Star Cremson. Можно видеть, как все веточки хорошо загружены урожаем. И так каждый год, из года в год. Очень хорошо окрашивается у этого сорта кольчатый тип водоношения. То есть, с самого низу до самого верху. Вот такие вот яблоки. Шикарные. Кого заинтересовал сорт, звоните. Есть серенки на продажу. На зимнюю прививку. Вот так вот он висит. Показываю его потенциал. Долго я искал этот сорт. Очень много пересорта. То есть, я их пересадил с разных источников. Эти яблоки. Постоянно получается не то, что хотел. А это вот. Убрался данный сорт с Италии. Покупался. То есть, там пересорта нет. Эдакие вот плодяки. Красавцы. Вот, вы видите. Сорт средне-зимостойкий. Среднеустойчивый к болезням. Но довольно перспективный. На данный момент очень сильно используется в повышенных насаждениях. Любят его и за товарный вид, и за вкусовые качества. Солнце светит. Вот он как грузится полностью по центральному проводнику. Солнце светит. Ох, обидно. Е-мое. Короче, он полностью загруженный весь. Урожай несят отличный. Покажу уже на весах, какой у него вес. Нагрузка, правда, бешеная. Вес может быть не сильно крупный. Зато он будет лучше храниться. Чем крупнее яблоки, тем, я заметил, они хуже хранятся. В обычных условиях плечо. Вот такая вот красота. Вот как он грузится. Можно видеть. Сегодня у нас 5 декабря 2019 года. Дорогие друзья, поддержите это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться. И стимулирует меня на показ новых видео для вас. Вот пришло то время, когда можно уже кушать это яблочко. Райчик. В принципе, его можно было кушать и через неделю после того, как мы его собрали. Оно тоже было прекрасных вкусовых качеств. Сейчас посмотрим, какой вес у этих яблок. Яблоко не сильно крупное. Есть 130. Был перегруз. Есть меньше, есть крупнее. 145. Его надо было нормировать. 212. Это самые большие. По размеру тоже большое. 255. То есть, ну, была нагруза жена очень сильная. Яблоко такого размера. Грубо. 150 грамм. Его вес. Ну, так вот, яблочко. Давайте сейчас разрежем, посмотрим. Вот какой цвет красивый. Райчик. Очень вкусно яблоко. Посмотрим, какой у него, какая мякоть. Такие покрупнее. Сейчас продегустируем. Бывает вот такая форма у него. Вот если видно, на снегу. Красивая. То есть, разная. Давайте еще так его классним. И попробуем. Видно сок есть. Яблоко не твердое. Ароматное, вкусное. Сладкая. Шкурка такая. Жесткая. У этого сорта. По вкусу очень вкусный. Очень хороший сорт. Ценный. И вот рядышком, сейчас еще покажу. Одно яблочко осталось. Это яблоко Джерамини. Давайте его еще попробуем. Продегустируем. В декабре месяце. Очень красиво. Опа. Такой цвет. Видно черный-черный. О, видно сок. Видите? Нажимаю, а он наш брызжет. Это яблоко Джерамини сочнее намного, чем Рэдчиф. И по вкусу сейчас скажу. Сладкая, ароматная. Намного сочнее. Я думаю, Джерамини будет лежать намного дольше, чем Рэдчиф в обычных условиях. То есть пока из всех сортов, из Стар Кремсона, Рэдчифа, Эрована, Рэдди Ля Шеса, Джерамини, самый легкий. Именно по хранению. То есть я думаю, что этот сорт будет храниться самый дольше. Сорт, конечно, классный. Сок еще раз. Видно было, какой. Видно, видите? Надавливая, она же брызжет. Классный сорт. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok